Субтитры создавал DimaTorzok Лёв, я здесь, здесь! Субтитры создавал DimaTorzok Гражданин, документы предъявим? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что-то я не понял. Так, всё, давай, пойдём, пойдём, пойдём! Стой! Просите, пожалуйста, у вас папироски не найдётся? Найдёт. Спасибо. Принимал это курить? Имею полное право. Школу оттарабанил 10 лет от звонка до звонка. Выпускал это гулял, теперь всё. Свобода. Спасибо. Спасибо. Свобода. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Парань, привет! Люди нам, конечно, нужны. В общем так, Петр Ардеич, потрудитесь пока разнорабочим, а потом посмотрим. Это в каком смысле разнорабочим? Я же инженер. Инженер? А напомните, какая статья у вас, гражданин Барашков? Статья 58-я. Гражданин начальник. А на тех станках, за которые я отсидел, вы до сих пор ботиночки шьете. Кстати, приятно посмотреть. Слышал? Это контр, а еще глумится здесь будет. Черт знает что такое. Петр Ардеич, подождите, пожалуйста, в коридоре. И, конечно, не заходи. И не заходи. И не заходи. И не заходи. Спасибо. Расстреляли к чертовой матери. Все дела. Ты у нас человек новый. А Петр Авдеевич Барашков здесь главным инженером был. И он эту фабрику по винтику после гражданской собственными руками собрал. А потом еще и реконструировал. И меня, дурака, уму-разуму учил, когда я после техникума пришел. Как у нас товарищ Сталин сказал, кадры решают все. Так вот, пока я отвечаю за фабрику перед партией и перед правительством, мы такими кадрами разбрасываться не будем. Петр Авдеевич! Петр Авдеевич, все в порядке. Потрудитесь пока рабочим, покажете себя, а там посмотрим. Сегодня что, пятница? Пишите заявление, оформляйтесь. И с понедельника можете приступать. Хорошо. Здравствуйте. Мне его посылку получить? Квитанцию давайте. Угу. Так, сейчас посмотрим. Тимофей! Помощник у меня новенький. Я Зинаида Павловна. Я вижу и слышу. Что стряслось там? Да ящики переносился, зацепился. Двери узкие. Угу. Ишь, какая цац, для меня они узкие, для него узкие. Ничего, привыкнешь. Не успею знать, Павловна. У меня осенью в армию. Успеешь. Сейчас июня, до осени еще ого-го сколько. Давай-давай, поторапливайся. Давай-давай, поторапливайся. Ну-ка, мне водочки постучат пятнички. Ну-ка, от своей жене в огороде будешь. А я и говорю ей, ну куда вы? С головой шпакет. Следующий. Не задерживайте, гражданин. Ау, вы сюда спать пришли? Большую одну. Большую одну. Свободно? Интересно, у вас тут порядки. Свою тару в дешевле, что ли? Само собой. Приедешь тут? Вроде того. Спасибо. Мне как обычно. А где твои раки, Игнатьевна? А раки мои все расползлись, товарищ Лазовец. Следующий. Дайте рыбки. Так. Знакомые все лица. Ты откуда здесь? Я же тебя на десятку закатал. Извините, что не сдох. Ох, я их всех. Люди, вы не вошли. А вот там еще. Тихоева. Усер-пай. Вот тебе. Усер-пай. Тихоев. Тихоев. Этот звон унылый, Да, но прошлых дней Проводил, что было в юности моей. Субтитры сделал DimaTorzok А чего у вас двери, Настюш? Заходи, кто хочешь. Бери, что хочешь. В чем дело? А как что? Внучка ваша. Это ж надо было так напиться. Лиза? Лиза? И смотри, какая взрослая стала. Прям не узнать тебя. Совсем невеста. Я потом в магазин сбегаю, как откроют. Ну вот пока, Сахар, бери. А чего отец сам-то не приехал? С работы не отпустили. А ты чего такая сердитая? Мне к экзаменам готовиться надо, а меня сюда пригнали. Угу. Ну езжай, дело серьезное. В какой институт поступаешь? В техникум. Вы бы погуляли где-нибудь, а я бы убралась здесь. Угу. Хорошо, хорошо. Как скажешь. В больном колодце откуда в хорошей воде взяться. Ага. Угу. Ничего, ничего. Сейчас мы тебя поправим. Будешь как новенький. Здрасте. Привет. Выпускник. Как жизнь молодая, свободная? Нормально. Вы с колодцем прям как с живым разговариваете. Ну как же, как же. Это мой родственник. Близкий. Как так? А ты знаешь, как его называют? Ну, все знают. Парашка в колодец. Вот. А почему? Наверное, скотину поили раньше. Мало ли. Эх, культура. Барашков Петр Авдеевич. Его выкопал. Это мой дед. В честь него меня и назвали. А Барашков Авдей Петрович, это мой отец. Новый струб поставил. Вот этот. Понял? Буду знать. До свидания. Давай. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Угу. 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 А вместо сердца пламенный макур. Все выше и выше и выше. Стремим мы палить наших сил. Угу. Хорошо поешь. Вы рано пришли. Я еще не закончила. Да что ты все на вы, да на вы. Я ж дед твой. Помнишь, как мы с тобой в парке на карусели катались? Крутимся, крутимся. Тебе страшно. Ты в руку моя вцепилась и кричишь. Смешно так. Дедушка, дедушка. Да. По вымытому. Не надо топтаться. До полы, пока я сам в состоянии помыть. Это лучше за учебники берись. Нечего по ночам сидеть. Посидишь у вас ночами, как же. Вы за свет-то давно платили? Господи. Совсем из ума выжил. Вылетел из головы. Угу. Идите ужинать. Чего? Еда готова. Идите ужинать. А чё это мы в потёмках сидим? Да будет свет. А чё это мы в потёмках сидим? Ну как, нравится? Теперь будешь хоть до утра за книжками сидеть. Ешьте. Каша стынет. П várias. Фert Canan. Удачи Дьевоку и дидTH sente. Спасибо. Дейди, дорогие. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали нашу страну. Что вы скулите? Дайте послушать. Кто это говорит? Молотов. Почему не Сталин? Если почитать количество всех видов энергии тел, участвующих в процессе, то кажется, что это количество есть величина постоянная. Энергия не исчезает и не создаётся. Она не превращается из одного вида в другой. Эльзавета. Слышь. Ты только не пугайся. Война началась. В этот тяжёлый для Родины час, в эту суровую годину особенно важна пролетарская сознательность на всех уровнях, от рабочего до руководителя. Слово предоставляется директору фабрики товарищу Кравцову. Товарищи, я говорить речи не мастак. Да и времени на разговоры у нас с вами нет. Поэтому буду краток. Советскую землю топчет враг. На фронте ему даёт отпор Красная Армия. Но и мы с вами в тылу не должны сидеть сложа руки. Поэтому наша с вами задача сегодня работать лучше, чем вчера. А завтра лучше, чем сегодня. Наша фабрика объявлена стратегическим объектом. Поэтому мы с вами вроде как на боевом посту. Всё для Родины. Всё для победы. За работу, товарищи. Добрый день. Вот принёс. В соответствии с распоряжением. Тимофей, прими тут у гражданина. Сейчас, минутку. Ага. Здрасьте, дядя Каш. Здрасьте. Скажите, пожалуйста, а пришла телеграмма на фамилию Барашков? Может, затерялась где? У меня ничего не теряется. Телеграммы нет, значит, пишут ещё. Привет. Меня Тимофей зовут. А тебя? Я на улице не знакомлюсь. Ты ж Барашкова? Подумаешь, на почте услышал. Ты, наверное, Петра Авдеевича внучка, правильно? А ты-то откуда знаешь? Культура. В честь вашей фамилии целый колодец назвал. Слушай, мне на работу вернуться нужно. Ты вечером сегодня что делаешь? Мало ли. Давай... Давай в кино сходим. Отличный фильм. Я смотрел. А другие на фронте фашистов бьют? Мне, между прочим, тоже скоро на фронт. Заявление подал. Завенкомату повестку должны прислать. Ну, так сходим. Ещё увидимся. Сколько у нас ещё есть времени? Думаю, немного. Здрасте. Надолго это? Вам сообщат. До свидания, товарищи. Когда прибудут подрывники? Сегодня временно. Вы понимаете, что мы не успеваем вывести оборудование? Пётр Андреевич. Да. А вы что здесь делаете? Работаю. До конца дня велен убрать. Так рабочий день закончен. Фабрика закрывается. Угу. Я думаю, что в первую очередь нужно заминировать пошивочный цех. Ещё у нас есть склад. Вы, наверное, захотите осмотреть помещение? Конечно, заходим. Проводите. Жду. Готовь. Сюда. Куда я тебе собралась? На вокзал? Домой поеду. Погоди, погоди. Телеграмма-то от родителей еще не было. Ну и что? Сколько можно ждать? Сказал, поеду. Значит, поеду. Ну, раз сказал, тогда совсем другое дело. Субтитры создавал DimaTorzok Давай, выходи, путешествия есть. Ты обманул меня. Ну, ладно, ладно. Ты уж прости меня, старика. Поезд все равно уже ушел. Прости? Правильно мама говорила. Ты только о себе думаешь. А на других тебе плевать. А хочешь знать, почему мы уехали? Потому что в 37-м всех подряд забирать начали. А у нас родственник, враг народа. Мы каждую ночь ждали, когда за нами придут. Мама посидела, хотя и даже в 40-ка не было. Меня в комсомол не приняли. И в институт теперь мне дорога закрыта. Мы не уехали. Мы сбежали. Я тебя ненавижу. Мне все понятно. Сид cheese gates. Иди р�になли. Ты что ли? Я тебя жила. Я собираю. Ей бögёala. Я тебяsmись на немом release. А ты сейчас medesse? Девушка, вы зачем здесь? А вы не подскажете, когда следующий поезд? Поездов теперь долго не будет. Как не будет? Почему? Немцы вчера разбомбили состав с беженцами. И дорогу перерезали. Идите домой. Идите домой. Умернулась. Они там погибли все. В поезде. Женщины, дети. Совсем немного отъехали. И вдруг самолет. Если бы ты меня не запер, я бы тоже, как они. Дедушка. Не вешено с Лизаветом. Парутки есть, голова есть. Живая, здорова. Как-нибудь перекантуемся. Со свалки-то зачем к нам в дом тащить? Люди выбросили, а ты подбираешь. Выбросить проще всего. А если эту вещь с умом подремонтировать, она еще много лет прослужить может. Стыдно же. Стыдно красить и попрошайничать. А это я с родом не делал. Никогда ее делать не буду. Пойдем ездить и ездить. Так. Так. На месте. Стой. Да, зайдись. Саня. Достань, вот, и шалон. Угощайтесь. Угощайтесь. Свежее молоко. Возьми сына. Спасибо. Саня. 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 Барашков Петр Овдеев здесь проживает? Здесь. А вы кто? Внучка. Дед дома? Да. Он в сарае. А что случилось? Жданин Барашков? Я. А чем вы тут занимаетесь? Всем понемножку. Вот. Ремонтирую и кое-что. Ясно. Давайте документы предъявим. Они в доме. Саня. Сесть хотите? Десять лет под статьей 58. А что значит получается? Не успели выйти на свободу и опять за старенькой? Я что-то не понимаю. За какое старенькое? Не понимаете? Так я вам объясню. Поступил сигнал. Гражданин Барашков. Недавно освободившийся из мест лишения свободы. Где отбывал срок десять лет по статье 58. Ведет подрывные разговоры. Это кто это вам сказал? Ничего я не веду. Ведете, ведете. И сеете панику. Мол, немцы уже Москву бомбят. Припоминаете? Какая глупость. Я просто объяснил, почему радио не работает. Собирайтесь. Не с чем собраться, только подпоясаться. Лиза. Там сараи. На полке ящик. Лиски, детали разные. В общем, неважно. Все, что там есть, выброси в сортир. Ясно? Лиза. 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 От советского инфорум-бюро Наши тяжелые бомбардировщики Нанесли удар по железнодорожному узлу Морамско-Острава в Чехословакии В результате бомбардировки На территории железнодорожного узла Морамско-Острава в Чехословакии Да вот что, Тимофей Сиди тихо и не лезь на рожон Попозже мы с тобой свяжемся Почему вы меня в лес не берете? Я комсомолец, я тоже немцев бить хочу Уходить надо Уходим Ты не просто так сиди А сиди и думай, на кого из твоих ребят положиться можно Крепко думай, все бывает Возьмите, а Но вы же батю моего знаете Вот поэтому ты и останешься в городе Нам надежные люди нужны будут Дуй домой и жди Береги себя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дедушка, что это? Это новая власть со старой китайцем Собачки нет у вас? Здрасте Здрасте, Собачки нет Это хорошо Ну, здрасте, еще раз Или по-новому Гутем так Я к вам, Петр Авдеевич Гутем так Ну, гутем так гутем Черт Зря они Возраст Как вас теперь называть По должности? Ну, что вы? Меня зовут Александр Александрович К вашим услугам А я к вам по делу Может, в дом пригласить? А то, чего мы тут стоим? В ногах, как говорится Правда, нет Ну, теперь власть Как прикажете Здравствуйте, барышня Здравствуйте Внучка ваша? И как зовут такую красавицу? Лиза Очень хорошо Чайком Не угостите, Лиза? У нас нет ничего К чаю Магазин-то не работали А ничего не надо Просто чайку налейте Стаканчик Чтобы за пустым столом Не сидеть Присаживайтесь Угощайтесь Да нет, я свои Скоро магазины заработают Все заработает Наконец-то порядок будет, Петр Авдеевич Настоящий порядок Немецкий Не то, что прессовет Давно уже пора Вы со мной согласны? Ну, порядок Дело нужно Петр Авдеевич Давайте на чистоту Вы же от советской власти-то пострадали Пострадали Так вот Теперь есть прекрасная возможность С ней поквитаться Так нет больше советской власти И слава богу Советской власти больше нет Зато есть новая власть Вот и давайте поможем ей Навести порядок Спасибо Да какой из меня помощник Я ведь только недавно освободился Сам не знаю, на каком я свете Помощник из вас, Петр Авдеевич Замечательный Вы ободную фабрику вдоль и поперек знаете Красные хотели ее уничтожить Но мы предотвратили взрыв И теперь намерены снова запустить производство Так что вы нам очень нужны Спасибо Ну за доверие, конечно, спасибо Только толку от меня не будет никакого Фабрику мало знать Надо производство крепко В голове держать А я за 10 лет от ситки Напрочь все позабыл Квалификацию потерял Так что Напрасно Скромничать, Петр Авдеевич Совершенно напрасно Я ведь давеча слышал Как вы рассказывали о радиотрансляции Это общая физика Ее любой школьник объяснить может Производство это совсем другое Инженер Инженер головой должен работать А я только Разве что руками Так что не обессудьте Хорошо 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 За чай спасибо Как-нибудь в другой раз Я все понимаю И торопить вас не буду Но и с ответом тянуть тоже не советую Мы такими предложениями не разбрасываемся Устанете снова уважаемым человеком Теперь власть новая И жить надо по-новому Мой кабинет в городской управе До встречи Мой кабинет в городской управе Товарищи, а кто последний? Я Я за вами буду Заполните анкету Фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность Потом в порядке живого чуда В любом субордном столу Следующий Привет 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 А ты писала, что комсомолка? Я не комсомолка Как это ты не комсомолка? Так Не успел вступить А ты комсомолец? Конечно Здесь, наверное, не нужно это выписать Почему это не нужно писать? Пускай знают Здравствуйте 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 Следующий 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 Разрешите полюбопытство? Здравствуйте Аккуратно пишите Приятно посмотреть Наверное, учились хорошо Идите за мной Друзья Идите за мной Друзья Кар sanctу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дедушка, я... Я трудовые обязательства подписала. И ты ищи обязательства. Где? Вы правы. Обязательства о добровольной поездке. Они хотят молодежь на работу в Германию отправлять. Да ты что? Совсем дурочка? Я испугалась. Меня этот, ну, который к тебе приходил Александр Александрович, увел в кабинет. Сказал, что тех, кто откажется и не будет подписывать, арестует. А потом лагерь, тюрьма. Что теперь будет? Ничего хорошего. Гражданин, а вы куда? Здесь вообще-то очередь. Да мне только спросить. Здесь всем только спросить. В чем дело? О, Петр Авдеевич! Я вас все жду-жду, а вы все не идете и не идете. Это со мной. Проходите, пожалуйста. Я хотел вам по поводу внучки с вами переговорить. Она у вас какие-то обязательства подписала. Не глядя. Ну, почему же не глядя? Лиза очень смышленая девушка. Она облегчила нам с вами задачу. Раз, и вы уже здесь. Присаживайтесь, присаживайтесь. Вы, оказывается, героическая личность, Барашков Петр Авдеевич. Сражались на прошлой войне. Неужели под мобилизацию попали? Я сам пошел. Вольно определяющимся. По убеждению, значит. Достойно уважения. Имели награды. Были в плену, вернулись уже при советах. Восстанавливали фабрику. Работали главным инженером. О! Командировки за станками в Германию. Шпрехен за дойч? Да какой там шпрех? Я все позабыл. Жаль. А то б поболтали. Смотрите, как у вас хорошо все складывалось. Работа, семья, карьера, почет и уважение. А наши люди этого не любят. И что они делают? Они пишут донос. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы только полюбуйтесь. Клевета на советский строй. Неуважительное отношение к пролетариату. Контрреволюционная пропаганда. Зачем же вы так, Петр Авдеевич? А хотите знать, кто донос написал? Да нет, не хочу. Воля ваша. Следователь Лозовец. Красивый у него такой почерк. И красивым почерком этот Лозовец нарисовал вам пятьдесят восьмую статью. Десять лет. Десять лет за колючей проволокой. Это же страшно подумать. Как вам только выжить удалось, а, Петр Авдеевич? Напрасно вы упираетесь, Петр Авдеевич. На фабрике вам самое место. И вам хорошо. И внучку вашу никуда не увезут. То есть вы категорически отказываетесь от сотрудничества? Ну почему отказываюсь? Я не отказываюсь. Просто фабрика, это уже, как говорится, не мой масштаб. Так, ботиночки подлатать. Кое-что отремонтировать. Всегда пожалуйста. Руки, ноги при мне. А вот и все, Петр Авдеевич. Теперь уже не отвертитесь. Это не я про ремонт сказал, это вы сказали. Сейчас мы только это задокументируем. Мне будет галочка для отчет, а вам лавочка. Сапожная, обувная, какая хотите. Потрудитесь на благо Великой Германии, людям пример подадите, и внучка при вас останется. Видите, как славно у нас все получилось. Да, в завес сравнение с вами просто мальчик. Здорово. Здорово. Я смотрю, ты все. Чудес. Устраиваешься по мальчику? В управе был, надо умели. Зарегистрироваешься, говорят, и работаю на здоровье. Быстро ты с новой властью-то договорился. Я со старой договориться хотел. Она, видишь, подевалась куда-то. И что? Еще вернется. Что тогда делать-то будешь? Ну, вернется и поговорим. Только до этого еще дожить надо. Дожить. Ну, Женя. Засмотрелась? Вот еще. На эту? Немцы теперь свое кино крутят. Вечером для себя, а днем местных пускают. Мы сходим? Не сходим. Ну, конечно. Тебя же дедушка заругает. Стану я его спрашивать. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Здорово. Здорово. Девчонка твоя? Нет. То есть да. Для конспирации. Держи конспиратор. Спрячь, ты потом почитаешь. Там инструкция, как сделать этот... Какого? На которой листовки печатай. Киктограф. Последние сводки с Офан Горн-Бюро. Нужно размножить и распространить. Угу. Может потише? Фильм мешаете смотреть. Лучше все равно на немецком. Угу. Лиз! Лиз! Лиз, ты чего? Ничего. Это мода сейчас такая пошла. Девушку в кино позвать, а самому с каким-то мужиком болтать. Да не с каким-то мужиком. Просто знакомого встретил. Вот и ходи с ним в кино. Ну и пожалуйста. Тоже мне. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Дай пальчику. Смотрите, какая резка хорошая. Покупаем резку. По чем самовар? За полшотной отгон. Да побойся, бог и дед. Он же старый. Старый, не старый. Кое чем получше нового будет. Дай сюда. И внучка его полдня смородиной драйва. Не хочешь, не бери. Может и дешевле найдешь. Ты чего это такой смелый? Документы есть? Ну как-нибудь. Вот, началось. Отзвешение на работу, на торговлю. Все как положено. Дайкс. Да пойдем отсюда. Пусть удавится со своим самоваром. Дители не надо поделиться. Повничка. Зачем? Верчи и убегали. Пусть! Редистку в черд! Верчи! 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 КОНЕЦ 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 Здравствуйте, Петр Владимирович. КОНЕЦ 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 Да о, какая ты сволочь. Не ставьте разбросывай. Чего, дед? Цену на самовар сбросишь? Его молодой человек уже купил. Когда? Да, хороший товар. Богу не задерживать. Берите, молодой человек. Чего он добры, пользуйтесь на здоровье. Спасибо. КОНЕЦ КОНЕЦ Грант! Аутсвальс! В чем дело? Пять минут документ? Я же уже показывал. А былаг на велосипед есть? При чем здесь бумага? Это мой велосипед. А разрешение ездить на велосипеде? Слушай ты. Понял. Разговор короткий. Мешок разрешите взять? Давай, давай. Бери. И что теперь? В управу обращайся. Будет разрешение, заберешь велосипед. Да, да. Мне бы только попить, а? Да. Да. Тринкен. Тринкен бассер. Тринкен. Я Артем. Дурацкий. Да. Это марашка в колодец. Мой дед его копал. Хрос ватар. Пасар. Видишь он? Продолжение следует... 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 Штык... Продолжение следует... 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 Тимофей! Быстро воды! Быстро! Новое ведро возьми! Лиза, что случилось, девочка моя? Как же тут так, а? Ну, тут аптечки. Правда, у меня ничего нет почти. Ах ты господи. Ну, давай, посмотрим, а? Уйди! Уйди! Немцы гады! Словичи они меня! А ты с ними! Уходи! Что с Лизой? Что вы здесь делаете? Работаю. Значит, Лиза там, а вы, значит, работаете. Ну, работайте дальше. И без вас найдется кому за Лизу отомстить. Ну, конечно. Это ты у нас знатный мститель. Одной левой Гитлера на оге лопатки. Ну, начать. Работа закончили. Давай домой. И чтоб без глупостей. Черт знает, что такое у вас тут происходит. Сначала листовки. Теперь взрыв казармы. Я должен лично ехать в эту дыру, чтобы разбираться? Да. Погибли солдаты. Причем не на фронте, а в мирном городе. Возникает резонный вопрос. Кто виноват в том, что произошло? Вы прекрасно говорите по-русски, господин Опер, что вам фюрор. Оставьте свои комплименты при себе. Я вырос в России. Если бы не красные... Оставьте чемодан здесь. И заберите это, пожалуйста. Благодарю. Ну что ж, задам свой вопрос иначе. Что лично вы, как резидент обверг группы, сделали для обеспечения порядка в тылу немецкой армии? Я всемирно содействую, господин оберштурмфюрер. Работаю с местным населением. Привлекаю к сотрудничеству. Выявляю мне благонадежный и потенциально опасный элемент. Привлекаете, да? Тогда скажите мне на милость, откуда взялся диверсант, который взорвал казарму? Откуда у него взрывчатка? Сколько у него сообщников? Кто они? Не могу знать, господин оберштурмфюрер. Можете. Более того, вы... Вы обязаны это знать? Сколько людей вы привлекли к сотрудничеству? Вот у меня здесь. Я подготовил докладную записку, но люди очень плохо идут на контакт, боятся, выжидают. Активнее надо работать. Тоньше, жестче. Особое внимание уделять обиженным советской властью. Каждый, кто пострадал от прежнего режима, должен стать нашим верным помощником. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Дурацкая история с этой девкой, но сейчас это все уже закончилось. Да, слава богу, все позади. Но с полковником ты не был так сменен. Естественно, был бы ты на моем месте. Он отругал меня, как непослушного ребенка. Понимаешь меня? Ладно, забудь. Хороший мальчик. Привет, Вальтер. Как поживаешь? Не спрашивай его. Лучше не надо. Но как было? Она вскрикнула, когда я ее шлепнул по заднице. Да ладно тебе, я на нее смотрю, она на меня. Не может быть, но ты даешь. Рассказывай, что было дальше. Ну что-что. Шнайдер нас заметил и наорал. Да ладно, ребята, простите. Дай прикурить. Вот, держись. Спасибо. Куви, не грусти. Нам надо радоваться. Мы же победители. Победители? Ну тогда, за победу. И мне дай. Эй, что с ним? Что за дерьмо? Помогите ему кто-нибудь. Быстро. Врача, быстрей сюда. Что случилось? Голубо держите выше. Воротник рождите. Вальтер, держись. Дыши, дыши. Это все чертова вода, проклятые русские. Врача приведите быстрее. Под обождем, бли 전. Какое וא� wastewater. Сейчас всё это не было. Дыши, что, как и все. Дыши жалел. Дыши, что ты. Славь 안 дыши, что... نے Runningи. В голове не укладывается. Отравить колодец? Средь бела дня? При вооруженной охране? Как это вообще возможно? Вы плохо выполняете свою работу, Александр Александрович. Проделана большая работа. Собраны материалы на всех жителей, обиженных советской властью. И цена этой работе — ломанный грош. Ну, или выеденное яйцо. На ваше усмотрение. Такого народа вообще мало. А политических товарищей из НКВД вычистили. Товарищи работали грамотно. И вам не грех бы у товарищей поучиться. Такую селекцию привели. Зато уцелевшее на вес золото. Ее же еще ломать надо. Один Барашков чего стоит? Я к нему и так, и сяк. Старый он. Упрямый, как черт. Видел я досье на Барашкова. Он один этой всей вашей шантропы стоит. Сам с ним поговорю. Вы, кажется, доставить? Не трудитесь. Я уже распорядился. Здравствуйте. Здрасьте. Барашков Петр Авдеевич. Ганны счет велосипеда. Заявление пишите. Товарищи, кто посидит? Улики. Вот, зато их. Они сказали, что нужно сейчас. Ничего. Стоять. Велосипед вернули. Смотри-ка. Везет тебе, дед. Барашков Петр Авдеевич? Правильно? Он самый. С нами пойдете? Велосипед оставьте здесь. Куда, дед? Хочу велосипед соседу оставить. И пропадать же добро. Я сейчас. Хочу велосипедоваться. Здорово, Василий Васильевич. Держи. Вещи хорошие. С вами все лезет и ездите. За что они тебя? И вас что? Присмотри за Лизой. Чтобы глупости не наделала. Луговая, Семенович. А, нет. Давай. Я закончил. Здесь все, кто зарегистрировал вчера. Здрасте. Здрасте. Зарегистрироваться мне. Трудиться хотелось бы. На благо. Ну, так сказать. Для пользы дела. Что-то вы долго думали. Заполняйте. Стоять. Стороже. Схожу, узнаю, куда сдавать арестованного. Чего это он? Лагерник. Дед, а, дед? А правда говорят, что ты десятку отмотал? Скажется, куда-то идти собирались. Ну, вот и идите. Он чего? Послан меня, что ли? В чем дело? Вот за неподчинение. Идиоты, Петр Авдеевич. Это ужасное недоразумение. Вы ответите за это? Простите бога ради, Петр Авдеевич. Пойдемте. Идемте. Арестовать. За что, господин офицер? Ну, вы же видите, сами, с кем приходится работать, Петр Авдеевич. Ну, сказано им. Пригласить уважаемого человека на беседу. Они вас под конвоем, да еще через весь город. И рукоприкладство. Ну, это же... Это полное безобразие. Да. Да я не в претензии. Ошибка вышла. С кем не бывает. А вот здесь вынужден с вами не согласиться. Подобные ошибки ведут к очень серьезным нарушениям. И вот, кстати, чтобы они впредь больше не повторялись, нам нужны вы. И такие, как вы. Так вроде насчет фабрик-то все выяснили. Фабрик обойдется без вас. Среди местного населения мы создаем комиссию по выявлению лиц, потенциально опасных для новой власти. И вот тут вы со своим чутьем и опытом будете нам очень нужны. Так я здесь уже десять лет не был. Город изменился, люди изменились. Кого-то я не помню, многих вообще не знаю. Угощайтесь. Спасибо. Петр Владимирович, вы узнаете этого человека? Ну так что, вы узнаете его или не узнаете? Узнаем, как мне узнать. Следователь Лазовец. Из райотдела НКВД. В тридцать первом году он вел мое личное дело. Аккуратно. Красивым почерком. Точно Лазовец. Хотя я с именем могу напутать. Петр Владимирович, протокол опознания. Подпишите. Вот видите, Александр Александрович, как все просто. Только что на ваших глазах Петр Авдеевич Барашков подписал договор о сотрудничестве. Так? Семенович! А, Авдеевич! Да? Это ты чёрт, тебя! Да, никак отпустили. Да меня не забирали вовсе. Ошибка вышла. Что это дело? Авдеевич, а тут... Я ведь тоже это регистрироваться решил. Вот. Ну, пошёл к ним. А они говорят, нет. Дескать, у вас уже возраст не тот. Вот вам регистрация ни к чему. Живите так. Вот. Ну, а как тут жить-то? Работ нет никакой. Ну, что жить? Я вот что подумал. У тебя нет ли какого-нибудь документа или там, я не знаю, разрешения, чтобы можно было беспрепятственно из города выйти? Да нет. Но я могу выправить. А можешь помутить? А тебе зачем? Желаю здравствуйте. Ну, выкладывай. Всё, пожалуй, вам. Ага. Значит, а так. На. Выкладываю. В связи с этими... с последними событиями тут у нас... Эх ты, дьявол. Перебои с солью наметились. Вот. По деревням, говорят, эту соль днём с огнём не сыщешь. Баба на базарах плачет. Соль нынче дороже золота. Вот. Ну, а без соли сам знаешь, какая жизнь. Теперь твоя задача. Ездишь с ней по деревням. Меняешь соль на продукты. Потом приезжаешь, и я уже решаю, как этими продуктами распорядиться. на вес золота, говоришь, да? Ну. А, у самого-то откуда это богатство? Вот. Это, как говорится, маленький секрет бывшего снабженца. Останавливайтесь. Поднимай. Поднимай. Надеюсь. Надеюсь. И тебе вот столик не знаю, не знаю, что ты не наоб spill. Как ты? Чего заявился? Дед тебя не звал? Так он уехал. Мастерская должна работать. Нехорошо, если люди придут и в закрытую дверь попрутся. Вижу, добренький какой. О людях он заботится. Лиз, я все понимаю, но со мной-то зачем так? Потому что ты таракан. Чего? Немцев он бить грозился. С листовочками бегал. А сам такой же, как дед. Оба вы тараканы. В лавочку свою забились и сидите там за немцами крошки подъедаете. Если хочешь знать, мы с другими комсомольцами... Хватит врать. Вот тут сало копченое и яйца. Больше нет ничего. Это что это вы? Ничего. Корми детей своих. Пошел. Вроде как все путем. Все по-честному, как договорились. О, Семенович, а чего ты семья больше-то насчитал? Так, вы договаривались-ка пополам? Ну-ка, дай сюда пополам. Ну, так... А ты привез-то меньше, чем договаривались? Ну... А мне, кстати, еще и вон за лошадь с телегой причитается. Вот оно. Как и будет. Ну чё, родный Семенович? Пойду, пожалуй. А то комендантский чаш скоро улетишь еще. Хреновый из тебя пока. Коммерсант получается. Авдеич. Какой есть. Товарищ, областной штаб партизанского движения отметил наши первые успехи в борьбе с гибельюцами. Но этого мало. По всей оккупированной территории разворачивается рельсовая война. Враг продолжает рваться к Москве. Не только земля должна гореть у него под ногами. Диверсии на железной дороге помешают немцам стягивать свои силы для наступления. И теперь самое главное. Временный штаб одной из войсковых группировок собираются развернуть в нашем городе. Для руководства штабом к нам прибывает генерал. Генерал фон Дитрих. Наша задача вместе с городским подпольем уничтожить его. По что бы то ни стало. Любой ценой. Пропустить. Добро пожаловать в наш забытый богом городок, господин генерал. Боитесь, что в вашем послужном списке будет указан никому не известный русский город? Но согласитесь, география многое определяет. У вас позади Франция и Бельгия. А я? Я рискую так и просидеть в этой дыре до конца войны. Не переживайте. Скоро все закончится и русские в конце концов будут раздавлены. А у вас появится шанс войти в историю. Говорите, вы здесь недавно? Да. Для этого города и месяц уже слишком много, господин генерал. Ваши коллеги в Польше и других западных областях первым делом учат славян проявлять уважение к немцам. Мы ехали мимо многих русских. Они видели нас, но ни один не поклонился. Виноват, господин генерал. Постойте. Да, да, да. Идите сюда. Идите, идите сюда. Да, да, да. Скорей. Ну, что вы стоите? Кланитесь к генералу? А что тут? Надо, да? Надо. Здравия, то есть, но... Ниже. С этого начинается любой порядок. Каждый должен знать свое место. А что у него в мешке? Что у вас в рюкзаке? А, так... По хозяйству. Все по хозяйству. То, что надо. Проверить мешок. Пока что я совсем не в восторге от нашей встречи. Пока. Так. Так. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Двигай домой. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Хозяева. КОНЕЦ Смотрите продолжение в следующей серии. КОНЕЦ 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 Узнаете? Моя работа. Я здесь целиком подметки менял. КОНЕЦ КОНЕЦ Мужчина. Размер ноги 43. Угу. И кто он, вы, конечно же, не знаете. Хм, так откуда? Я ведь не... С обувью работы, а не с людьми. Петр Авдеевич, хозяин этих сапог приходил к вам вчера вечером. Эти сапоги отдали ему вы. Лично вы. А потом он был задержан за нарушение комендантского часа. Пытался бежать. Но его поймали. Документы оказались фальшивыми. Ночью с ним хорошенько поработали. И он сознался, что состоит в партизанском отряде. Вот вы мне скажите, Петр Авдеевич, ну вот зачем он выбросил сапоги, когда пытался бежать? Зачем ему надо было избавиться от обуви? Не подскажете случайно? Нечего мне вам сказать, господин Кравша. Откуда ж я знаю? Кто партизан, а кто нет. У большевиков ко мне конкретные претензии были. Немцы хулил, своих ругал. Перед вами ты, а в чем виноват? Давайте не будем играть в оскорбленную невинность, Петр Авдеевич. Чтобы забрать обувь, человек идет через весь город на ночь, глядя с риском для жизни. Зачем? Понятия не имею. Что там? Что-то мне мешает в это поверить, Петр Авдеевич. А у вас с рукой проблема, да? Когда вы волнуетесь, она у вас потрясывается. И вы прячете ее в карман. Арестовать. Петр Авдеевич. Слушай, Авдеевич, ты вроде как опытный. Как думаешь, надолго вот это все? Ты про что? Да, про что? Вот это все. Не могу я. Ровно скот какой. Что вы? Немцы народ прижимистый. Они невиновных за казенный счет кормить не будут. Так что не дергайся. Отдыхай. Точно. Не могут. Точно. Точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что? Идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вы вот так спокойно являетесь ко мне, чтобы сообщить о диверсии? Никак нет, господин генерал. Неспокойно. Я лично побывал на месте. Вы лично должны были навести здесь порядок. Здесь, в тылу, порядок должен быть абсолютным. До наступления остались считанные дни. Еще вчера я был уверен в том, что у меня есть целый эшелон танков и топлива. А сегодня ко мне, как ни в чем не бывало, являетесь вы и сообщаете о том, что весь эшелон сгорел. Кто теперь пойдет в бой вместо них? Вы? Господин генерал, я уже вызвал зондеркоманду для борьбы с партизанами. Я делаю все возможное, чтобы... Ведь это вы, эсэс. Или я должен вас учить, как держать под контролем местное население? Уже давным-давно пора вызвать сюда всех и делать все возможное. Русские должны бояться поднять голову. А о помощи партизанам и речи не может быть. Я воль. Так точно. Можете идти. Такси, баланда. Одна вода. Встать. Пащенко. Я. На допрос. Барашков. Я. Уборка камеры. Слушаюсь. Остальные с вещами на выход. Ловик Семенович, ты загляни к Лизе, успокой ее. На, ты не боись, я сделаю. Молчать. Так, не боись, делаю. Запомните все. Это нарушители порядка. И нам не важно, кто из них партизан, а кто нет. Потому что каждый нарушитель порядка это пособник партизан. кто не помогает нам, тот помогает им. А значит, любой из вас может оказаться на этом месте. Каждый, кто нарушает порядок, будет наказан. запомните это, каждый. Начинайте. Посидите! А-а-а! 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 Господи! Ну, стой, давай. Давай, папа. Тихо, я тебя ура, ты не учу. Потойся, потойся, потойся. Давай, ладно. Давай, давай, давай. Спасибо, друг. Лиза, твой дед, он, наверное, предатель. Что ты такое говоришь? Ерунду говоришь. Это ошибка была. Он за эту ошибку уже наказание понес. Он Степану сапоги отдал. Так? Так? Ты сама сказала. Ну да. У них мины были. Какие мины? Откуда? Я положил. Он сапоги отдал. И Степу сразу арестовали. Пытали всю ночь. Так дедушку тоже утром арестовали. Арестовали? На мотоцикле увезли. Я сам видел. И когда всех вешали, деда твоего не тронули. А у Степы только-только дочка родилась. Он же потому и опоздал. Теперь его повесили. А деда твоего не повесили. Слышишь, друг? Спишь? Угу. Ощекался? Ну вот и да. Тебя звать-то как? Борошков. Петр Авдеевич. А тебе зачем? Убьет меня завтра, Петр Авдеевич. Либо прямо на допросе, либо расстреляют. Либо повесят. Как этих всех? Кого? Ну тех, кого на выход с вещами с утра. Их повесили? О, господи. И меня завтра тоже. Слышишь? Не паченька я слышу. Ковальчук моя фамилия. Старшина Ковальчук, Николай Одессимович, тринадцатого года запомнишь? Ну зачем? Меня завтра точно в расход пустят. А тебя, может, и нет. Потом расскажешь нашим, что, мол, был такой, чтоб под своим именем поминали. Мы, когда с ребятами кто-то из воды остался, из окружения промирался, сюда и сюда, все это немцы, на партизан наткнулись. Два месяца с ними фрица убили. Потом решили объединиться с местным отрядом. Я на связь пошел. У меня, видишь, сцапали. Кончат завтра. Я только по документам, Пасенко. Ковальчук Николай Одессимович. Тринадцатого года рождения. Запомни. Господи. Тимочка… Не уходи, пожалуйста. Пожалуйста. Димочка, не уходи, пожалуйста. Пожалуйста. Я же с ума зайду. Не бросай меня, пожалуйста. Заключенный Бурашков по вашему приказанию прибыл. А можете идти? Во-первых, доброе утро. А во-вторых, никаких обвинений вам пока не предъявлено. Семеновича, соседа моего, за что повесили? Живухи не обидят. Зря вы так на меня смотрите, Петр Авдеевич. Идет война. А на войне все делятся на друзей и врагов. Кто не друг, тот враг. А враг подлежит уничтожению. Вот ваш сосед, он враг. А вы? Мон пасье. Берите. Обращайтесь. Это настоящая французская. Да. Пащенко, который со мной в камере. Он не Пащенко. Не Пащенко. Интересно. А кто же он тогда? Красный командир и связной партизан. Старшина Ковальчук Николай Анисимович. Тринадцатого года рождения. Николай Анисимович, тринадцатого года. Прекрасно. Я в вас не сомневался. Сейчас вы получите пропуск и вас отвезут домой. Спасибо. Я сам дойду. Нет, я еще не договорил. Вас отвезут домой. Вы приведете себя в порядок и поедете. Куда? Вы же у нас член комиссии по выявлению врагов рейха. Вот и будете выявлять. Выявлять. КОНЕЦ 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 ПОНЕЦ КОНЕЦ 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 Здравствуйте. Доброе утро. Чего стоишь? Делом займись. Ты пойдем со мной. Они тебя били? Да нет, отлежал. Да черт, перекусить даже не успеваю. Куда ты с ним едешь? В лагерь пленном. Иду, иду. Счастливо оставаться. Поторопитесь, Петр Авдеевич. Вот видишь, я был прав. Остановиться. Господа, выходим. Приехали. Военными занимается спецотдел Абвер. Но нас интересуют также гражданские. Не у всех есть документы. Кто-то мог назваться чужим именем и так далее. Ваша задача – опознать среди них коммунистов, советских активистов и прочих врагов. Здесь вы в полной безопасности. Вон тот, в сером пиджаке. Еще он тот, в кепке. Там с края бочком стоит. Александр Александрович, этих спецчастей распорядитесь. Есть. Узнали кого-нибудь, Петр Авдеевич? Да нет. Просто задумался. Воспоминания – это такое дело. Воспоминания – это такое дело. Ну, я пойду? Угу. Лиза, нам марш домой. Мы взрослые люди, имеем право, и вы нам не указ. Ну, вон отсюда. И чтоб ноги твоей здесь не было. Я сказал, марш домой. Я его люблю. Мы любим друг друга. Ах, любите. Война скоро кончится, и мы поженимся. Ну что, ты сначала доживи до конца войны, жених соплевый. Вон отсюда. Хорошо. Сейчас я уйду, но... Вон! Через час быть здесь. Есть, господин генерал? Восторка! Привет. Здорово. Этот гад приезжает обедать ровно минуту в минуту. Караульные меняются ровно в 12. Закурить есть? Тут такое дело. Что? Абдевич – предатель. Кто сказал? Он про сапоги знал. Значит, он Степана выдал. И потом он к немцам в лагерь ездил, там двоих повесили. Нужно в отряд сообщить. Сделаем. Только Лиза, внучка его, она ни при чем. Она мне помогает. Это я понял. Всё, умывай. А я смотрю и правду на все руки. А у меня для вас работенка имеется. На то и мастерская. Дело ответственное. И как бы это сказать, деликатное. Наш начальник хочет наладить отношения с генералом. Это с каким же генералом? Генерал у нас один, Петр Авдеевич. Самый лучший. А вот мебель на его квартире так себе. Я нашел роскошную кровать, дерево, резьба. Но местами она того, не новая. Лак потерся, трещинки, скрипит. Хорошо бы ее отреставрировать, Петр Авдеевич. А? Скажите, это просьба или приказ? Ну, тогда чего разговор разговаривать? Везите, посмотрим. Вот и ладушки. О вознаграждении не беспокойтесь. Я все понимаю. Договоримся. Вы мне. Я вам. Спасибо. Тихо. Сядь. Товарищи, пожалуйста, не убивайте. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста. Давай. Приговор. Пожалуйста, пожалуйста. Я вам любые показания, все, что хотите. Именем трудового народа Союза Советских Социалистических Республик мы, партизаны-комсомольцы, приговариваем Синичкина Александра Александровича к смерти через повешение. Не надо. Не надо, пожалуйста. Товарищи, не надо. Не надо. Я вас умоляю. Не надо. Пожалуйста. Товарищи, не надо. Я вас умоляю. Пожалуйста. Господин генерал, на связи начальник группы Абвера. Почему мне приходится вас разыскивать? Об убийстве мне уже доложили. Причем не вы. Это все отговорки. Как я могу наступать, когда на соседней улице разгуливают партизаны? Найти и уничтожить. Вам ясно? Выполняйте. Ненавижу штабных крыс. Нацепили военную форму и думают, что война – это прогулка в белых перчатках. Соедините меня со штабом. Соедините меня со штабом. Вы, Александр Александрович, давно видели? Вчера. Да. Он приходил по поводу ремонта кровати для генерала. Вот жду, когда привезут. Можете не ждать. Убили его. Как убили. Кто убил? Не знаю. Не знаю, но узнаю. и найду. Не извольте сомневаться, Петр Авдеевич. Найду и виздерну. А с ними еще человек двадцать за дно, чтобы впредь никому не повадно было. Кровать вам доставят, я распоряжусь. Комендатору. 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 Руки вверх. Я сказал руки вверх. Руки. Руки ему свяжи. А ты иди к воротам. Сейчас вы нам ответите на несколько вопросов. Нечего ухмыляться. Нам ваш приятель перед смертью рассказал, как вы немцам следователя выдали. Было такое? Так это вы его, дурачье. Уже маленькая сошка. Из-за вас немцы полгорода перелешить могут. Отвечайте на вопрос. Вы, Петр Авдеевич, следователя выдали. А потом и Степу с миной. Ну, во-первых, я следователя не выдавал. Я его только опознал. А это две разные вещи. Во-вторых, немцы прекрасно знали, что он за человек. Просто меня решили испытать. А ваш Степан сам виноват. Нечего было комендантский час по улицам шастать. Кстати, мины у него не нашли. Я их припрятал от греха. Вон то ведро. Посмотри. С варом. Ну, пощупай. Точно, мина. Ребят, там немцы. Быстро режь. Режь. Что стоишь? Иди. Иди открывай. Ставь ядро на место. Быстро снимайте обувь. Где молодой? Разувайтесь. Ботинки снимайте. О-о-о, вот он так, офицер. Репаратуры. Вот, ремонтируем. Да, мы привезли кровать по распоряжению господина оберштурмфюрера. Заносите. Где можно присесть? Ну, чего вы сидите? Давайте, бегом отсюда. Давай, быстро. Давай. Давай. Простите нас, Петр Авдеевич. Я подумал, что вы обиделись на советскую власть. За то, что вас посадили. Ну, поэтому с немцами. Город наш. Улица. Это дом. Барашков колодец. Ты, Лиза, родители твои. Вот это моя родина. А эти пришли все здесь испоганили. На внучку руку подняли. Друга моего повесили. Этот человек красный командир Николай Ковальчук. Он был обезврежен благодаря бдительности граждан города. Напоминаю вам, ни один из тех, кто попытается оказать сопротивление новой власти, не уйдет от расплаты. Ни один. Военно-полевым судом Николай Ковальчук приговорен к расстрелу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Разойтись, все, расходитесь по домам. Заплатят кадры, за все заплатят. Стой! Тормозите! Стой! Стой! Стреляйте в него! Я его не вижу! Застреляй же! Так мы сейчас вроде как не до разъездов. С ремонтом кровати надо поскорее закончить. Успеете, Петр Авдейч. Успеете. Вернете и закончите. Времени-то у вас это отнимет всего ничего. До леса прокатитесь и назад. До леса? До леса. Так я же за верстов езжу. Отчего же? Боюсь. Партизанов боюсь. Они с теми, кто с новой властью пособенными цареванницами. Вас стрелят, как зайца. И весь разговор. Ну вот. Вот и поможете. Нам от них избавиться. Доставите в лес одного нужного человека. А почему я? А почему не вы? Вы же у нас законопослушный гражданин. Верный помощник новой власти. Ведь так, Петр Авдеевич? Ты живой, значит? Поехали, поехали. Слышь, дед. Далеко еще? Согрелся. Согрелся, согрелся. Не езжай, головой не крути. Я его в тюрьме-то сразу раскусил. Его с допроса вроде как полуживого принесли. Он в лицо от меня дыхнул. А от него так шкварками и прет. Подкармливали гниду. Картошка на сале жареной. А я там, на площади, стоял и думал. Все. Совсем из ума вышел. Такого героя немцам выдал. Теперь хоть сам в петлю лезь. А потом начальник-то мне и... Надо было сразу мне сказать, когда вам велели его в лес отвезти. Откуда ж я знал, что это он? Я думал, мне опять проверку устроили. Я с утра в отряд. Вы... Вы тут берегите Лизу, Петр Авдеевич. Ты сам-то будь поосторожней. Возвращайся. 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 Стой! Руки вверх! Оружие есть? Нет. Я от немцев сбежал. Сутки плутаю. Мне с вашим командиром поговорить. Надо срочно. Повернись. Повернись. Да. Да. Покушаем. Я найду. О, держи. Привез, как обещал. Я еще три недели назад должен был до вас добраться. Но у меня по дороге немцы цапали. А потом в тюрьме какая-то сволочь выдала. Чудом ушел. Думал, все. Нас слышали про ваш побег. Раскуда вы знали, где нас искать? Ну так, земля слухами помнится. Да и немцам вы даете прикрыть шум на весь район. В город прибывает зондеркоманда эсс. То ли из Польши, то ли из Белоруссии. По одиночке они нас быстро прихлопнут. Так что мы предлагаем менять расположение баз и объединяться. Ну да, Костик. А почему именно вас прислали? Так у нас военных в отряде. Только я да ребят из ввода. Остальные гражданские из деревни. На них наткнулись, когда из окружения уходили. А показать сможешь, где это было? Так точно. Мы предлагаем объединиться здесь. А отойти вот сюда. Места лучше не найдете. А враги, бурелом. Черт много сломил. Немцы артиллерию туда не подтянут. А мы можем двумя отрядами клещи взять. И такого дать, чтоб потом Костя не согнут. Что скажешь? Логика есть. Михалыч, на минуту. Из поселка пацан. Говорите, что за пацан? Простите, у вас закурить не найдется? Не курю. Нет, правильно. А я все никак не могу бросить. В тюрьме на стенку ляс теперь, значит, здесь. Я к вам. На прямке хотел пройти. Меня и сцапали. А если небольшой круг дать, по времени длиннее, но зато и безопаснее. Теперь главное, чтобы немцы нас кругом не обложили. Ковальчук Николай Анисимович? Так точно. Фамилия Пащенко, вам ни о чем не говори. Да он это! Да погоди ты! Стой! Встаете с кем-то! Устыгаем! Все сюда! За ним! Готов! Слава, предатель! Ну-ну-ну! Слава Бог! Что с ногой-то? Ну так. Ранили слегка. Ага. Я давно не слышал хороших новостей. Убийца вашего сотрудника до сих пор не найдены. Господин генерал. Зундеркоманда уже контролирует участок леса, где находятся партизаны. Я не могу больше ждать. Если это произойдет, они отбросят моих солдат. И тогда тут всех прикончат. ultimний шер yang Nasıl сивка head. Переч emerging hacer Bennett. Фунтов... криз... генерал банд... Биберинск конкурс То нет. Но тут все так. Вм kepada к дентак, 백 trouble抓ни на это во... Господин генерал, слава Богу, вы живы. Откуда они все тут взялись? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Генерал на любой ценой. Они там лежат. Эта тварь живая. Что было бы лучше, если бы ты рядом с ними лежал. А вот немцы бы обрадовались. Нет, брат, так дело не пойдет. Не пойдет. И чего? Я еще до него доберусь. Вот что, уходить тебе надо отсюда сегодня. Возьми мою телегу, я тебе дам свой пропуск. Вроде как бы по деревням за товаром. Вот что, ты мне из отряда толовых шашек привези. Я думаю, чтоб десять хватит. Легко сказать, десять шашек. Зачем его? Субтитры создавал DimaTorzok Вот таким вот образом, господин генерал. Субтитры создавал DimaTorzok Шайзе. Я бы это ненадолго быть опиненны. Хорошо? Ну, с Богом. Пойдем. Какая трогательная сцена. Простите, что понесло. Где ваш подмастерье? Понятия не имею. Который день на работу не выходит паршивец. И вы, конечно же, тоже ничего не знаете об этом прекрасном, милом молодом человеке. Нет. Еще ничего. Пусть только придет и ему уволят чертовой матери. Ну, вы, главное, мне дайте знать, когда он появится. Чем раньше это произойдет, тем скорее ваша внучка вернется домой. Заберите ее. Подождите, в чем дело, товарищ начальник? При чем здесь она? В лагере будет сидеть. Дружки этого парня стреляли в меня и в генерала. Вам еще что-то непонятно? Апфел! Увести! Дедушка! Петр Авдеевич, избавьте меня от этих душераздирающих сцен. Кровать готова? Показывайте. Неправильно себя ведете, Петр Авдеевич, совсем неправильно. Несите бережно, загружайте в кузов аккуратно. Ого! Залейте. Ага, не знаю. Залейте. Показывайте, работайте в нем не так. Залейте. Что ты хотел? Сапоги менять. Обувь менять. Зальтаты. Герофицеры. Шуе таушен. Этого. Вот. – Продолжение следует. – Да. – Ага. – Продолжение следует. – Продолжение следует. – Да. Todo хорошо. – Спасибо. – Пойдёмте. Держи. Куда раскладывай? Держи. Иди, брат! Увидится ли ты, выдавишь? Какая разница? Если бы хотелось, я бы сразу выдал. Пусти их! Если бы тебя свои до сих пор не выдавили, значит, хороший ты командир. Ну, сбежать сможешь. Возьми трех-четырех надежных ребят и ходу отсюда. Я помогу. С чего вдруг обо мне такая забота? Да не только от себя. В женском бараке моя внучка, барашка, Валикзавет. Ей переправить партизанский отряд надо. Всего-то делов. Уйдьте отсюда. Да я этот лагерь, как своих пять пальцев знаю. Мы его для детишек строили. Вон тот хозблок, видишь? Там есть подземный лаз, прям выходит к забору. Понял? Давай, за мной. Пошли. Пошли, пошли. Давай, пошли. Давай, пошли. Веди до канавы, там жди остальных. Ниже. Ниже, ниже. Ниже, ниже. Ниже, ниже. Быстро. Закутаться. Пошли, потолок. Пошли, потолок. Пошли, потолок. Ц contribури! Повторю свой вопрос, Пётр Авдеевич. Почему сразу после того, как вы побывали в лагере, оттуда смогла сбежать группа заключенных? Ну, откуда ж мне знать? Я ведь только сапоги менял солдатам. Ну и самогон приносил Грешин. Почему из всех женщин-беглецы прихватили только вашу внучку? Может, приглянулась, красивая она у меня. Слишком долго я тянул. Много вопросов накопилось насчет того парнишки, комсомольца которого вы выдавали за подмастерье, насчет пропавшего Ковальчука. Что скажете, Пётр Авдеевич? Сапоги у вас хорошие. Не жмут? Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, господин генерал. Как вы себя чувствуете? По вашей милости, я не могу встать с кровати. Командовать операцией я буду лично. Но нельзя же появиться перед солдатами в домашних тапочках. Ни один сапог не налезает на мою чёртову ногу. У вас здесь сапожник, есть? Есть, но… Какие могут быть «но»? Господин генерал, сапожник замешан в организации побега из лагеря. Также есть подозрение, что он… Пусть перешьёт мои сапоги, и делайте с ним что хотите. Надеюсь, вы в состоянии проконтролировать хотя бы одного человека, пока он будет выполнять работу. И на мою чёртову. на выходе дозвольте себя в порядок привести господин начальник неудобно как в таком виде все-таки необыкому к самому господин генералу едем он у нас один тому же самый лучший собирайтесь у вас пять минут и и и и и и и КОНЕЦ Приехали, Петр Андреевич. Выходите. КОНЕЦ 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 Простите, ее нигде не жмет? Жмет где-нибудь, господин генерал? Нет. Хорошая работа. Он доволен. Я понял. Позволите? Это еще зачем? Вас нет. Что еще? Надо баром швы промазать. И все выйдет просто люкс. Необходимо промазать швы. Что ж ты? Понимаю. Только вар разогреть надо. СТОН 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 Ну вот. Теперь все. ПОДПИШИСЬ Теперь все. ПОДПИШИСЬ СТОН 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 ТРЕВОЖНАЯ Пока их зацепим. Самое страшное, что все считают дедушку предателем. Ведь он же герой. Он же герой, Тим? Конечно, герой. И никто не знает. Как это никто? Мы и знаем. А война скоро кончится, все узнают. Вековая над рекой шумит. Песня удалая в далеке звенит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok